добрый день сегодня мы снова в красной ниве и как я и обещала показываю сегодня очередные приемы размножения самых разных растений черенкования деления в общем вот смотрите мы уже на канале дождь показывали с лобковым как размножать бегонии но поскольку не все наши зрители смотрят этот канал я сейчас покажу еще раз итак на примере бегоний я показываю размножение самых разных травок на самом деле практически все травки одинаково совершенно делится он вот тут какой-то цветок из хинантуса попал вот значит самый простейший самый безопасный способ это соответственно черенкование бегонии не листом а кусочком стебля особенно это относится вот к таким мелколистым бегониям у которых видите вот такая достаточно разветвленная система вот один побег пошел вот здесь идет второй побег третий и так далее значит можно просто вытащить из горшка сейчас я вам покажу можно просто отрезать вот давайте начнем с этого вот я беру этот побег конечно лучше брать побег который торчит из горшка и соответственно его сейчас отрежу отрезаю вот я сделала надрез и вот таким образом аккуратно снимаю соответственно этот черенок вытаскиваю вот вот что у меня получилось вот кусочек вот такой значит цветонос мы сразу удаляем потому что он совершенно не нужен он будет только лишние силы уносить у растения у этого черенка нашего поэтому все это мы сейчас срежем все цветоносы и посмотрим что осталось из листьев значит вот смотрите из листьев у меня осталось вот такое количество я тоже уменьшу количество листьев потому что черенок конечно не может все листья на себе нести он не так хорошо всасывает воду как взрослое растение через корни поэтому вот что у меня осталось даже вот этот лист тоже можно отрезать вот вот что осталось значит вот такой черенок мы можем сразу сажать землю надо взять небольшой горшочек потому что растение когда она начинает укореняться она хочет весь этот ком оплести корнями и только после этого начинают активно расти листья поэтому горшок большой брать не нужно и вообще все время говорю даже если вы хотите пересадить растение не пересаживать в особо большой горшок значит для черенков я взяла вот эту смесь о которой я уже говорила это верховой торф рыжий смешанный с достаточно крупным перлитом вот видно да что вот частицы перлита это не мелкий порошок это вот называется фракция по моему 1 5 насыпаю землю слегка утрамбовываю и вот так на поверхности вот видите кладу черенок и слегка засыпаю его землей только так чтобы он хорошо держался вот у меня вообще вот это вот смесь она достаточно влажная но все равно придется еще немножко увлажнить но не сильно потому что черенку важно чтобы у него влажность была сверху на листьях их надо достаточно часто опрыскивать вот поэтому я просто беру слегка поливаю слегка вот вот таким вот образом горшок у меня в руках становится чуть тяжелее и сейчас эта вода она пройдет постепенно вниз в дырочки дренажное отверстие выльется все вот в таком виде мы оставляем наш черенок и следим чтобы сильно не просыхал субстрат и периодически опрыскивать если есть какой-то парник можно поставить в парник если парника нету то соответственно можно держать и просто так но чаще опрыскивать не увлажнять землю а чаще опрыскивать сам черенок теперь еще такой момент мы можем вытащить эту бегоню из горшка и поделить ее уже просто там на 2 или на 3 части на много частей делить не надо аккуратно вот так я постучала вытащила ком вот смотрите что у меня получается вот как это выглядит я беру и просто руками делю эту бегоню на две части видите и каждую часть я отдельно посажу в горшок можно посадить в ту же смесь можно взять какую-то специализированную землю для бегоний но бегоню можно посадить и в универсальную землю вот теперь я сажаю вот эту оставшуюся часть вот так посередине соответственно добавляю наш субстрат и когда вы произвели какую-либо манипуляцию с корнями то обязательно нужно после этого пролить не забывайте потому что корни чуть подсохнут и уже растение будете чувствовать не очень хорошо вот я его проливаю опять-таки просто вот чувствую по весу что вот этого достаточно вот сейчас тоже земля вытечет через дренажные отверстия вот у нас одно растение а вот я не взяла такой подходящий горшок второе посажу его потом вот второе растение здесь можно разделить еще видите на два вот здесь легко очень все делится очень аккуратно вот так вот прямо руками тут даже не надо ничем разрезать просто вот так корни раздвигаю слегка вот у меня а еще одно растение вот сейчас еще одно растение будет но обычно мелко делить не стоит если только вам надо уж какое-то редкое растение размножить вот получилось три черенка ну вот такие маленькие черенки конечно можно посадить вот в такой маленький горшочек это как раз для них вот вот таким образом тоже сажаю в эту смесь и получается новое прекрасное растение значит поскольку растение я только поделила а вот эти листья мотаются и они мне совершенно не нужны красоты никакой не дают я их вот так обрежу а вот этот вот молоденький сейчас росток пойдет нарастать и будет такое ну растение соответственно красивое чтобы не было никаких торчков вот видите тоже полила вот у нас еще одно растение получилось вот таким вот образом можно это как бы способ номер один размножение бегоний теперь буду показывать другой способ ну мы вообще-то все естественно все черенки ставим в парник у нас есть подогреваемый парник и соответственно туда все ставим но он конечно дома каких парниках идет речь поэтому я рассказываю способ который свое время мы тоже очень широко использовали потом знаете как-то все уходит забывается но тут приехал один наш знакомый он недавний знакомый очень интересный человек он занимается бегонями он коллекционер бегоний и у него дома вот размножение идет только таким способом он нам об этом напомнил мы ему очень благодарны за это и я сейчас покажу как это делается для для таких черенков которые дома у вас стоят чтобы они как бы хорошо укоренялись и не увидали вот существует всевозможные контейнеры пищевые вот этот контейнер видите он вот такой рифленый а лучше брать гладкий просто что то мы не нашли лучше гладкий потому что любая полоска она съедает свет вот гладкий такой контейнер можно использовать но вот этот большой без полосок не было поэтому взяли его то же самое мы делаем все то что и делали для горшка я беру эту смесь нашу прекрасную засыпаю в зависимости от величины черенка мы делаем больше слой или меньше сейчас скажу с чем это связано дело все в том что если у нас черенки невысокие мы можем сделать этот слой побольше но если черенок очень высокий или наоборот черенок толстый и нужно больше как бы земли для того чтобы его закрыть ну в зависимости от этого насыпаем то или иное количество значит я уже сказала смесь у меня она достаточно влажная но при этом мы эту смесь должны еще все-таки слегка увлажнить потому что здесь должно быть достаточно воды мы не будем открывать крышку ровно до тех пор пока не увидим корни вот я примерно вот столько налила чтобы смесь впитала влагу вот видно вот здесь как впитывается вода она сейчас питается окончательно потому что земля у меня не сухая если вы насыпите очень сухой субстрат он у вас быстро не промокнет и в такой субстрат сажать нельзя тем более черенки вот я приготовила такой контейнер теперь мы берем бегонию сейчас речь идет только бегоне и выбираем лист который мы будем черенковать обратите внимание вот нижние листья желтые потому что лист не живет у нас долго мы сейчас обрежем такие листья для черенкования не подходит вот это на выброс а дальше мы смотрим очень молодой лист брать тоже нельзя поэтому вот я смотрю вот у меня розетка вот нижний лист я его и возьму почему я вот эту бегонию не делю не делю пополам есть у нас бегонии который не очень хорошо розетка делится на две части вот здесь например можно отделить вот такой кусочек но для того чтобы получить больше растений я возьму лист и зачеренкую его при том что я еще хочу сказать что еще наверно в детстве многие из вас но вы же любители растений наверное занимались такими вещами потому что и в учебнике по ботанике есть такие опыты и вообще всякие книжки про растения там обязательно всегда было сказано как можно зачеренковать бегоний я помню я сама укладывала вот так лист на песок и надрезала вот места где жилка разветвляется таким образом тоже можно делать но быстрее делать следующим образом смотрите вот такой нужен острый нож любой острый нож потому что секатор он все-таки давит давит лист что я делаю я смотрю где у нас жилки и между жилками вот так отрезаю кусочки сейчас я покажу что получилось вот видите вот так вот у меня жилка посередине вот кусочек здесь между жилками вот это как бы паренхима вот такой получился черенок беру очень аккуратно пальцем делаю там бороздку видно потому что если вы вот так впихнете вы его просто поломаете и очень аккуратно сажаю в эту ямку вот обязательно его нужно притоптать чтобы субстрат его окружил вот что получается то же самое делаю дальше вот у меня следующий кусочек получился дальше его сажаем тоже очень плотно тесно друг другу наверное сажать не стоит потому что все таки должно быть какое-то пространство для того чтобы листья эти ну хоть как-то проветривались то что открывать мы больше не будем вот опять я режу между жилками вот у меня еще такой кусок получился ну и последнее последнее тоже между разрежем вот так вот так все вот собственно говоря что получилось у нас с вами из одного листа таким образом конечно мы в основном размножаем редкие бегоний которые или делить нечего абсолютно там только одна какая-то розетка и соответственно тогда можно делить листьями вот смотрите вот что получилось теперь я опрыскиваю это все дело и накрываю крышкой все значит если у вас это какой-то вид или сорт которые вы ну боитесь спутать с другим вот здесь на крышке фломастером сбоку можно написать что вы зачеренковали и какого числа чтобы было понятно когда они начнут образовывать корни вот здесь по краю будет видно у нас есть уже какие-то коробки где корни видно я просто честно говоря не принесла забыла но вот таким вот образом вот этот контейнер у вас будет стоять ровно до того момента пока вот здесь вы не увидите корни еще конечно лучше быть стояла в тепле свет нужен потому что это лист и тепло вот если поставить куда-то в тепло будет замечательно значит бегоне можно и по-другому еще чайниковать еще проще тоже значит вот я беру теперь вот такой контейнер поменьше наливаю сюда воду ну воды смотрите по тому какой длины будут у вас черешки или вы будете класть просто листья значит тоже самое я острым ножом вот так срезаю не оставляю большой черешок и укладываю воду если у нас листья крупные и соответственно они будут стоять вот эти будут плавать какой-то будет плавать какой-то будет держаться за стенку например но когда их много они соответственно каким-то образом там укладываются так как им удобно и тоже в конце концов вы увидите как появляются корни они могут появиться как на черешке так и вот вместе прикрепление черешка к листу вот это будет выглядеть вот таким образом здесь тем более нам открывать не надо вот я закрываю крышкой все вот в таком виде это и будет находиться можно чуть больше воды чуть меньше воды это не принципиально вот и буквально через неделю посмотрите вот в это время года корни уже появится теперь посмотрим можно ли что еще можно таким способом размножать можно размножать все что угодно беру опять этот контейнер и наполняю его смесью просто у такого черенкования в маленьком контейнере есть некоторая специфика сейчас я не расскажу здесь не должно быть понятно особо больших черенков иногда мы делаем черенки достаточно большие у тех растений которые хорошо укореняются здесь этого быть не должно потому что они просто не уместятся и первые же почки которые начнут расти они упрутся в крышку поэтому это будет не очень красиво вот я взяла фикус который вообще плохо черенкуется я кстати его уже показывала когда мы делали прикорневые отводки вот смотрите значит обычно черенок этого три допустим узла но поскольку здесь нам не нужно такие черенки длинные то я сделаю два узла вот значит как мы обрезаем вот узел под узлом я оставляю там сантиметр полтора вот этого достаточно это же самое я делаю со следующим черенком вот смотрите тут лучше не перепутать верх и низ вот у них уже растут какие-то боковые побеги вверх нам тоже особо не нужен вот таким образом мы наш черенок ставим в этот субстрат вот что я делаю дальше ведь как нарезаю вот эти черенки вот вверх-вниз вот таким вот образом если макушка очень мягкая она может не зачеренковаться но здесь макушка жесткая и можно тоже лучше не тыкать черенок землю лучше пальцем проткнуть дырку или там специально какой-нибудь палочкой и вот таким вот образом эти черенки туда поместить лучше конечно же в один контейнер ставить черенки одного вида но в принципе если у вас черенков мало можно и двух каких-то видов поставить черенки вот таким образом вот я поставила фикус потом я это все доделаю сделаю конечно полную коробочку чтобы не пропускало место обязательно опрыхнем сейчас потому что черенки любят когда влажно все и закрываем и закрываем и дальше уже наблюдаем проветривать не нужно будем наблюдать что там происходит тем более вы если будете видите на стенках как сейчас вот такие маленькие капли воды то это значит что влаги там вполне достаточно так и наконец еще покажу а но я коробку не взяла черт ну ладно сейчас я вот в такой коробке покажу в такой поменьше покажу или давайте вот в этих фикуса потому что черенки большие просто здесь доделаем смысл тот же самый а просто покажу еще черенки другого растения значит вот я нарезала не пойму то ли это сингониум ушковидный нет это наверно какой-то все-таки филодендрон вот вот у нас кусок вот такого любого ароидного это может быть филодендрон стендапсус что угодно сингониум значит как мы поступаем с этими черенками вот у них часто бывают вот такие предаточные корни если мы этот корень сейчас засунем землю он как правило не нарастает поэтому я вот эти все предаточные корни тоже срезаю они мне не нужны срезаю опять-таки вот так под углом под узлом это самое черенок и у таких вот больших филодендронов мы всегда оставляем только один узел вот так будет выглядеть черенок смотрите вот почему мне не нужен второй узел потому что тогда укоренение произойдет здесь а почка пойдет с верхнего узла обязательно но на верхнем узле она будет всегда слабее чем та которая на нижнем узле потому что нижняя почка этот побег тоже сразу же укоренится и он будет гораздо сильнее поэтому вот такой черенок я тоже вот так же втыкаю сюда субстрат обязательно узел должен быть полностью накрыт полностью накрыт чтобы он не торчал ну и дальше вот так же идем все эти корни обрезаем они нам не нужны опять у меня получается вот такой черенок вот я его вставляю в землю вот притаптываю там обязательно чтобы землях него прилегала не было никаких воздушных полостей потому что тогда укоренение конечно пойдет гораздо хуже теперь смотрите вот у меня тут дело подходит к макушке он висел на батарее вот так загнулся если тоже черенок очень мягкий хотя конечно аруидные могут зачеренковаться в любом виде ну просто посмотрите можно вот эту макушку уже вот этот вот это мы еще срезаем и будем черенковать в банке а вот это можно просто взять уже вот в таком вот виде соответственно добавить еще несколько макушек видите они у меня все висели на батарее и все в таком каком-то висячем положении вот но их можно посадить в один горшок вот эти все макушки и соответственно они укоренятся прямо в горшке так тоже может быть а потом уже мы их выровняем но сейчас у меня нет тут горшка такого или сейчас принесу и покажу тогда вот таким образом мы сажаем в горшок и соответственно потом растение начнет расти тоже прекрасно укореняется потому что сейчас весна вот последний свой этот черенок я опять-таки сюда в землю запихиваю все еще раз опрыснем и закрываем вот наш парник готов теперь уже ждем когда растения укоренятся и будем высаживать уже по одному это тоже я покажу как это потом будет делать вот что я хотела вам сегодня показать по поводу размножения растений укоренение черенков многое вы знаете сами и у каждого есть какие-то свои тонкости кто-то сначала обработал обрабатывает там растворами стимуляторов в общем тут пробуйте сами у кого как хорошо получается потому что я говорю что мы и таким способом и сяким размножаем растения что вот как-то в этом сезоне больше нам понравилось так мы и делаем поэтому вот сегодня этот как бы сезон у нас вот эти банки все в банках у нас тут будем надеяться что все укоренится и будет много новых интересных растений чего желаю и вам всего вам хорошего смотрите нас подписывайтесь я всегда с вами до свидания вот как я и обещала сейчас я покажу как мы вот эти наши макушки сейчас зачеренкуем ну для разнообразия я вам уже сказала субстратов для укоренения очень много разных возьмем посадим в мох сфагнум очень хорошо в сфагнуме укореняются ароидный прекрасно потому что они любят что было все время мокро вот я аккуратно вот так выравниваю горшок вы видите макушки высокие горшок должен быть повыше поэтому вот соответственно уплотняю все вокруг черенков мха уходит достаточно много вот и соответственно тоже чем меньше горшок тем на самом деле лучше идет укоренение быстрее как бы растения уход идут в рост мох у меня был достаточно влажный но тем не менее я еще полью его и соответственно увлажню для того чтобы подольше держалась влага вот ароидные растения вот черенки таких вот филадендронов сингониумов можно просто поставить воду это же они у вас достаточно быстро дадут корни и пойдут в рост ну а эта макушка потом либо выправиться либо мы на палку закрутим посмотрим уже дальше по ходу пьесы после укоренения вот что получилось